ТЕРИТОРИЯ МАШИН В последнее время в нашей стране началась настоящая война с теми, кто любит заложить за воротник и сесть после этого за руль. Минздрав вместе с МВД вышли с инициативой. Чиновники предлагают ввести обязательные обследования психиатрам и наркологам у тех, кто попался нетрезвым за рулем. Это позволит оградить начинающих алкоголиков от общества, введя запрет на управление транспортом. Кроме этого, Министерство внутренних дел подумывает ввести норму, по которой у пьяных водителей можно будет изымать автомобили. Но и это еще не все. Предлагается сделать мета-освидетельствование платным. Резон простой. Зачем честным налогоплательщикам оплачивать реактивы и прочую химию для тех, кто сознательно пошел на нарушение правил? Естественно, платить придется только в случае положительного результата обследования. Если все нормально, вам посмотрят в честные глаза и пожелают удачи. Люди в силу некоторых причин летать не умеют. Для того, чтобы осуществить мечту о небе, они изобрели всяческие самолеты, дельтапланы и прочие воздушные шары. Но есть и те, кто мечтает об универсальном транспорте, который мог бы и ездить, и летать. Именно для таких мечтателей в Нидерландах построили летающий автомобиль. Называется он «Палви Либерти» и представляет собой трехколесную капсулу с хвостовым оперением. Двигателей у этого чуда два. Один, чтобы ездить, а другой, чтобы летать. В последнем случае из фюзеляжа выдвигается мачта с основным винтом. Процесс превращения в нечто летающее занимает от пяти до десяти минут. А для того, чтобы взлететь, машине нужна площадка 200 на 200 метров. Налетались? Складывайте винт и хвостовое оперение, и можете передвигаться по суше со скоростью 160 км в час. Так что, если есть желание и 500 тысяч евро, то вполне можно осуществить мечту. Только стоит поторопиться. Подобных механизмов будет выпущено меньше сотни. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин